Приветствую всех любителей точек. Темой сегодняшнего видео будет «Лесенка» и ее нестандартное применение. Эта информация должна быть полезна новичкам. Опытные игроки, вероятно, ничего нового не увидят. В моем понимании «Лесенка» это базовый игровой прием, представляющий из себя серию непрерывных угроз, ведущую к неминуемому окружению. Но в правилах часто бывают исключения, и в этом она тоже есть. Бывает, «Лесенка», не приводящая к окружению, может принести пользу иначе. Об этом позже. Вот как выглядит обычная «Лесенка», все ее знают, все ее видели. Если кто-то с ней не знаком, советую пройти обучение на сайте. О какой пользе «Лесенке», которая не способна окружить, я говорил. Как всегда, на примере игрового эпизода посмотрим. Синий игрок атакует. Красный защищается стандартным методом. И выясняется, что защититься таким образом нельзя. Куда бы мы ни походили, будет взятие синими. Причем тут «Лесенка»? «Лесенка» бы помогла более эффективно защититься в данном моменте. При такой ситуации синие уже ничего не окружают. Сеть непрерывных угроз та же, но взятия нет. Есть защита. Мы как бы заворачиваем соперника с помощью «Лесенки». И это нам помогает избежать окружения. В аналогичном образе... Сейчас поищу нужную практику. Можно заземлиться. Синие точки глобалят. Красные защищаются. И вот наш эпизод. Такими лестничными ходами мы заземляем соперника. Нужно учитывать расстояние от лесенки до края поля, чтобы нам хватило одного хода закрыть все дырки. То есть, две. Одним ходом больше просто не закрыть. Если лесенка будет немножко дальше, здесь такой прием у нас не будет реализован. Такое тоже имеет место быть в играх, но закрыть однозначно проход здесь нельзя. Но можно выбрать наименее неприятный из них. Запустить глобалиста более внутренне и разыгрывать уже дальше. Кажется, что такая ситуация особенно искусственно. Да, эта позиция нарисована, но такие ситуации абсолютно часто встречаются в играх. Не каждая игра, не каждая вторая, но они бывают. поэтому это нужно знать и иметь в виду. Следующая лесенка я ее называю статичную. Ситуация три хода до окружения синими. Так, пропустим черновые моменты. и красный атакуя эту точку ничего не выигрывает. Вот такая вот статичная лесенка. по-другому тоже ничего не сделать. Еще раз покажу. Для такой лесенки нужно иметь три хода до окружения и такую конфигурацию. Мы игнорируем на этом ходу угрозу. Если мы ее защищаем, то взять его уже не будет. Но мы играем с синими и хотим победить. поэтому мы игнорируем угрозу красных. И даже если они будут, мы благополучно все окружаем. Бывают и другие примеры лесенок. лесенок, которые могут помочь окружить косвенно не в той лестнице, в которой они участвуют, а в другую немножко сторону. ситуация, которая вполне себе может встретиться в игровой практике. пропустим черновые моменты были. Красные атакуют. и если синие не вспомнят про лесенку, красные закончат свою атаку с успехом. синие ничего тут не делают. А если синие вспомнят про творческое применение нашего любимого приема, то красных ждет разочарование. таким образом мы привели свою синюю цепь к совершенно другой цепочке нашей. И таким образом ее окружаем. Для успешного применения этого приема мы должны проводить воображаемую линию и смотреть поможет ли нам лесенка с чем-то соединиться. Естественно в цепи, которую мы хотим использовать, потом не должно быть пробелов. Если бы здесь был где-то пробел, очевидно ничего бы не получилось. Еще один вид лесенки мой любимый. Я ее называю лесенка теряющая точки. лесенка Игра проходила с небезызвестным игроком любящим ставить точки в углу. И как выглядит эта теряющая точки лесенка посмотрим. Опять же угроза такая же как в статичной мы ее игнорируем. Если мы закроемся здесь за красных то ни о какой лесенке речи не будет. Синий просто уйдет. А если мы как в статичном варианте проигнорируем эту угрозу то наша лесенка будет жить. Не туда. И таким красивым образом мы забираем все. Если кто-то не верит что можно окружить я доведу ее до конца. И такие вилки тут естественно за сильно не работают. Все таки это лесенка. в этом видео я показал вам как можно нестандартно творчески применять такой базовый прием как лесенка. Ситуация может быть разная. я показал далеко не полный список вариантов которые можно применять в игре. Но формат видео ограниченным. И пока у меня по поводу лесенок больше нет. всем спасибо за просмотр такая вот красивая лесенка у нас получилась. играйте в точки верифицируйтесь всем пока